Слава Богу! У нас тема «Узкий путь». Об узком пути мы читаем с вами место священописания Матфея 7 глава с 13 по 14 стих слова Иисуса Христа. Матфея 7, 13-14. Христос говорит такие слова. «Входите тесными вратами, потому что широкие врата и пространен путь, ведущий погибель, и многие идут им. Потому что тесны врата и узок путь, ведущие к жизни, и немногие находят их». Вот мы с вами слышим это местописание. Когда мы с вами читаем Матфея на горную проповедь, мы с вами замечаем, что Христос очень много наставлял своих учеников. Христос оставил эти истины для того, чтобы люди правильно ориентировались в своей жизни, чтобы мы правильно жили, чтобы мы правильно поступали, чтобы мы не сбились с пути. И мы сегодня слышим, что есть разные пути. В Слове Божьем написано так, что есть пути, которые человеку кажется, что это прямой путь. Но этот путь ведет никуда. Так бывает в жизни, человек думает, что он правильно идет, правильно мыслит, правильно поступает, правильно идет. А эти пути, они неправильные. Правильные пути – это когда путь направляет Господь. И этот путь, когда человек отдает свое сердце в руки Божьи, наполняет Господь его сердце, и он доверяет в руки свою жизнь, и Господь ведет и руководит его жизнью. А когда человек живет без Бога, тогда все напрасно. Есть такое даже место написано, что на скользких путях ты ставишь людей. Есть и такое место, что люди попадают и на скользкие пути. Они думают, что неправильно поступают, правильно живут, правильно еще что-то делают. Но эти пути, они очень скользкие. Вы знаете, Христос в Нагорной проповеди закладывает основы вечной жизни для каждого человека, который будет жить. Господь наставляет каждого человека, чтобы человек подумал, как ему правильно жить. И, конечно же, сам по себе человек не может избрать этот путь. Ему нужен кто-то. И этот кто-то – Христос. Этот кто-то, который всегда рядом. Этот кто-то, который всегда слышит, видит, помогает. И он всегда готов руку поддержать. И он говорит, я тебя не оставлю. Он говорит, воззови ко мне, я всегда тебя слышу. Он всегда говорит и ночью, и днем, и в любое время дня и ночи. Он всегда рядом, потому что он Господь. И он наблюдает за каждым из людей человеческих. И он видит жизнь нашу. И он ждет, чтобы человек обратился к нему. И вот смотрите, Христос говорит, что есть разные пути. Какие пути? Знаете, мы с вами живем в такое время, когда сейчас, вы знаете, коронавирус, инфекция. И люди находятся в каком-то страхе, переживании и так далее. Но Церковь Божия, она живая. Она истинна. Она несет эту истину. Она возвещает Слово Божие. Она не закрыта от мира сего. Она может открыто говорить о своем Творце. Она может открыто говорить о том, что Церковь преодолевает все преграды. Что Церковь Божия, она стоит в Господе. И знаете, Церковь Божия, чем еще удивительно, что мы с вами едины. Мы с вами поддерживаем друг друга. Эту любовь объединяет нас Христос. Он нас ведет. Он нас укрепляет. И даже там, где мы что-то как-то, мы всегда друг другу можем протянуть руку. Через какие-то сообщения, еще что-то. У кого-то какие-то проблемы. И мы всегда близко находимся. Мы молимся друг за друга. И Господь помогает нам. Господь говорит, что есть те пути, которые люди идут. И мы как-то с вами на вопросы-ответы, не любите мира, не того, что в мире. Чем опасно то, что люди живут без Бога. Они не хотят, чтобы кто-то их контролировал. Люди хотят жить, как им хочется. Бери от жизни все, что хочешь. И люди так и привыкли поступать. Но вы знаете, христианин, человек, который обратился к Богу, он всегда хочет, чтобы Бог был с ним. Он хочет, чтобы Бог вел его жизнь. Чтобы Господь его поддерживал. И эти пути, да, мы видим, что Христос говорит, это узкий путь. Ну, чем же он так хороший? Чем хороший этот путь? На нем ничего такого красивого не растет. Всегда тебя подстерегают какие-то опасности. Тебя всегда кто-то норовит обидеть. Тебя всегда кто-то может толкнуть. А ты дитё Божие. Ты радуешься. Ты торжествуешь. Ты всегда с Господом. И ты всегда переносишь эти все тяжести. Тяжести, и ты думаешь, Господи, слава Тебе и благодарность. И вот это, вот этот есть узкий путь, когда мы с Богом. Вы знаете, я хотел бы с вами обратиться к Слову Божьим, к евреям. 11 глава. Прочитать. Место Священное Писание, которое мы все хорошо знаем. 11 глава перечисляет героев веры. Но я хотел бы, знаете, обратить внимание на один стих, который такой, знаете, очень такой для меня очень важный сегодня показался. Это 11.16. 11.16. «Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом. Ибо Он приготовил им город». Смотрите, как написано. «Но они... но они...» Вы хотите сказать, что этот путь самый хороший? Вы хотите сказать, что Моисей, который отказался жить во дворцах, иметь власть, иметь все привилегии, обладать той всей властью, и все по праву ему принадлежит, и его Слово будут все выполнять? Он будет самым богатым человеком на то время. Вы хотите сказать, что этот путь самый хороший? А он избирает совсем другой путь. Он избирает путь с народом. Он выбирает тот путь, добровольно идет с народом, туда, куда Господь поведет. Потому что он свою жизнь отдает Христу, мы можем так сказать, Богу. Он говорит, что «Господи, Ты сам управляй моей жизнью». И много раз он говорил, помните, много раз Моисей говорил «Пойди со мной туда, Господи, не оставляй меня, потому что я, только Ты можешь вести этот народ». И вот этот путь он избрал туда, идти туда по пустыне. Он избрал этот путь, чтобы идти туда с народом. Почему? Потому что он усматривал, он видел, как здесь, я говорю, Слово Божие, они видели, стремились туда, к тому городу. Они видели то совсем другое, что другие люди не могут видеть. Это только может видеть человек, который рождается свыше. Как некогда сказал Христос Никодиму, нужно родиться свыше, чтобы понять, о чем идет речь. И многие люди сегодня не понимают, потому что нужно обратиться, прийти к Господу в молитве покаяния, нужно принять Христа в сердце свое. И смотрите, они избрали лучшее, не отечество, к которому они вышли с этого отечества. Конечно, в отечестве хорошо. Конечно, в родном доме классно. Обратите внимание, Христос написано, пришел к своим, и свои его не приняли. Как печально бывает, что свои не принимают. А какой путь был у Иисуса Христа? Вы обратите внимание, рождается где? Живет в каких условиях? Нету места ему, где переночевать. Где-то там находится, нету ему, где находиться. Его постоянно преследуют. Это путь самый хороший. Он пришел для того, для того, чтобы жить такой жизнью, для того, чтобы скитаться, искать, ходить по пустыням, для того, чтобы на него, кидали на него, чтобы его хотели с горы скинуть, чтобы его ненавидели. И потом ходить все время и присутствовать в своей жизни, и видеть все время тень Голгофского креста. Все время ощущать, что ты находишься под крестом, на котором ты будешь умирать, и ты будешь распятый. Он для этого пришел, для того, чтобы иметь эту жизнь, и эта жизнь, она очень хорошая. А он пришел для этого, друзья, дорогие. Он пришел, и он избрал этот путь для того, чтобы нас обогатить, для того, чтобы нам показать то самое лучшее, куда он нас приглашает. И он говорит, что придите ко мне и научитесь от меня. он говорит о том, что он хочет нас обогатить своей вот этой нищетой. Он хочет нас вести именно по этому пути. Иногда мы упираемся, мы не хотим идти по этому пути. Мы избираем какие-то привилегии в своей жизни. Нам нравится что-то другое. А вы смотрите, Господь совсем по-другому жил. Господь не искал, что для Него. Он искал, что Бог Ему говорит. Как бы хотелось, чтобы мы искали то, что Бог нам предлагает. Чтобы мы почаще, больше и больше обращались к Нему и говорили, Господи, а что Ты для меня приготовил? Какой путь мой, Господи? И этот путь, смотрите, Господь, Он любит нас. Господь не оставляет нас. И Господь, сегодняшний день, когда мы с вами будем участвовать в заповеди, пусть Господь нас благословит, чтобы мы проверили свои пути, свое сердце. Слава Ему за все и благодарность. Аминь. Помолимся. Спасибо. Спасибо. Спасибо.